Добрый день, меня зовут Андрей Погорелов. Напоминаю, сегодня понедельник, 24 апреля, и как всегда в это время начинает свою работу на каналах НВК Саха и Саха-24, проспект Весна, проект об актуальных вопросах и событиях этой весны, которые нуждаются в обсуждении. Итак, мы начинаем. Медосмотр Медосмотр – это комплекс мер по исследованию здоровья человека, направленных на выявление различных заболеваний и дальнейшую профилактику их именно от физического состояния. Здоровье, как у наших ребят, оно очень крепкое, зависит, насколько человек будет пригоден к выполнению тех или иных функций, либо обязанностей. Если вы как раз, у вас остался вопрос о нерешенном прохождении медицинского осмотра, то вы как раз по адресу, потому что на нашем проспекте присутствуют представители Центра осмотров и консультаций «Благомед». Я представляю с радостью Анна Дмитриевна Андреева, генеральный директор «Благомед» и Татьяна Семеновна Молдырева, врач-дерматолог и профпатолог. Здравствуйте. Анна Дмитриевна, ну такой вопрос, как давно вы открылись и, собственно, почему название такое «Благомед»? Ну, мы являемся сравнительно молодой организацией. Мы работаем с ноября 2016 года. Ну, несмотря на это, у нас все врачи, все медсестры, они имеют большой опыт работы в линии медосмотров. Ну, название у нас «Благомед». Здесь сочетаются два слова «благо» и «мед». «Благо» – это от слова «благодать», «благосостояние», «благодарность». И медицина, «мед» – это от слова «медицина». Татьяна Семеновна, ну у вас своеобразная такая профессия врач-профпатолог. Расскажите, можно микрофон поближе. Я врач-профпатолог, специалист по профессиональным выявлению, ранним выявлению профессиональных заболеваний. Вообще, немножко хочу рассказать вкратце о медосмотрах. Существуют две основные категории видов медосмотра. Первая категория – это так называемый медосмотр декретированной группы населения, который проводится среди работников общепита, пищевой промышленности. Давайте микрофон. Детских учреждений, школы, детских садов, а также с транспортировкой, приготовлением всех пищевых продуктов. Он проводится в целях сохранения здоровья населения для предотвращения, распространения инфекционных заболеваний, таких опасных, как туберкулез, допустим, деснетерия, сальмонеллез. И вторая категория медосмотров – это периодические медосмотры. Периодические медосмотры делятся на, соответственно, предварительные и сами периодические. Предварительные проводятся с целью для того, чтобы определить, как подходит ли состояние здоровья данного человека, соответствует ли его здоровье будущей профессии. То есть мы не можем, допустим, слепого человека брать стрелком в военизированную, допустим, часть какую-либо. А периодические медосмотры делятся для выявления ранних симптомов профессиональных заболеваний или соматических заболеваний, которые являются противопоказанием. Ну, это основные направления. А вот какими видами вообще занимаетесь медицинских осмотров? Ну, мы, вот, соответственно, занимаемся и периодическими медосмотрами, предварительными медосмотрами, занимаемся медосмотрами на лицензии правонарношения оружия и водительские, как шоферская комиссия раньше называли. То есть на все категории, от А до Д. А вот сколько стоят вообще услуги и по времени? Этот вопрос лучше, наверное, адресовать Анне Дмитриевне. Да, давайте микрофон передадим. Ну, на шоферскую комиссию человек у нас потратит максимум 15 минут. То есть он приходит на медосмотр, у нас на АВА категорию стоит 500 рублей медосмотр. Предоставляет нам паспорт, справочки от психиатра-нарколога, что он на учете, он не состоит и годен к вождению автотранспортным средством. И проходит у нас врачей. СДЕ категория там дополнительно минут 20 потратит, потому что дополнительно врачи входят и дополнительно энцефалография. То есть выявление... Хорошо. А вот помимо вот этих вопросов, которые мы уже затронули, главным все-таки является вопрос, наверное, качества оказываемых услуг. И далеко ведь не секрет, многие медицинские учреждения, которые проводят медосмотры, заплатил денег, получил документ, справку и все. Ну, наверное, мягко сказать, это не совсем правильно. И это главный вопрос, наверное, для здоровья как раз-таки человека, который проходит осмотр. Давайте на этот вопрос, наверное, отвечу я, потому что я все-таки профпатолог. Мы заключаем договоры с такими большими организациями, как, допустим, ЯРК, ГРЭС. Раньше работали, допустим, с хлебокомбинатом, работали с ЯТС, работали. То есть там, где действительно вредные условия труда. Вредные условия труда заключаются, допустим, производственный шум. Производственный шум у нас среди профессиональных заболеваний, он занимает третье место. На первом месте это пылевая патология, это бронхиты, ну, заболевания бронхолигочной системы. Это, как правило, наша вся алмазодобывающая промышленность, золотодобывающая промышленность, там, где есть горные выработки, запыленность воздуха. На втором месте это вибрационная болезнь. Вибрационная болезнь также локальная и общая вибрация. Локальная вибрация – это те же отбойные молотки в тех же самых промышленностях. Ну, у нас в городе Якутске такого нету, поэтому основной фактор – это производственный шум, конечно. Производственный шум, когда возникает глухота у человека. И если это профессиональное заболевание, то предприятие выплачивает огромные деньги. Вот таким категориям работникам получается осмотр нужно постоянно переходить. Поэтому человек должен быть сам заинтересован в прохождении медосмотров. Хотя на таких предприятиях, как правило, очень строгий режим, они дисциплинированные, работники строго отведенные по графику времени проходят, ну и в полном объеме завершают медосмотр. А по какому адресу можно вас найти, позвонить куда-то, как обратиться? Опять же вопрос. Мы находимся около цирка, улица Паяркова, 20-1, вход со стороны федерального БТИ на втором этаже, клиника «Благомет». Ну, еще, насколько я знаю, вы можете оказать такую услугу и приехать на предприятие, провести там медосмотр. Возможно же, да, это? Да, это по желанию предприятий. Мы совершаем выезда на предприятие, мы можем даже выехать в Лусы, то, что мы и делали зимой и весной. То есть, в принципе, работодатель может сильно не отвлекать всех работников, то есть с работы, а провести прямо у себя. Да, это ему удобнее. А вот вопрос, наверное, открытый, остается, как правильно готовиться к медосмотру, чтобы не из Бухты-Барахты прийти на медосмотр, а вот быть готовым? Ну, медосмотр, он заключает, кроме того, что его обследуют специалисты, осматривают, он должен сдать анализы. Соответственно, чтобы анализы были достоверные, чтобы не искажались. Накануне прием пищи должен быть не позже 6 часов вечера, 18 часов. Исключить, конечно, жирную, сладкую, жирную пищу, сладкие блюда какие-то, да? Ну, естественно, алкогольные напитки. Это самое главное, потому что у нас бывали случаи, когда приходили товарищи на медосмотр. И накануне, естественно, он приходит натощак. Натощак, чтобы показатели все, особенно биохимические показатели, показатели холестерина, сахара, уровня глюкозы в крови были достоверными. Большое спасибо. Я думаю, что наши телезрители будут обращаться с радостью к вам, тем более вы находитесь в центре города, будет очень удобно. А мы сейчас немного поговорим о нетрадиционных методах лечения, которые основываются на опыте, которые были получены различными народами в течение многих веков. И основное преимущество этой медицины, это, конечно же, использование природных каких-то средств, которые не оказывают воздействия неблагоприятного на здоровье человека, да? И помимо вот этих средств, я думаю, что это не самое главное, это еще, конечно, опыт и руки врачевателя. Я, конечно, готов сейчас представить руки наших врачевателей, да, нетрадиционной медицины, представляя Надежду Поликарповну Козлову, ведущую регионального представителя компании «Центр-регион», Елену Дмитриевну Колодезникову, кандидата медицинских наук, доцента кафедры гистологии СУФУ и Валентину Альфредовну Куликовскую, врача-биоэнерготерапевта. Ну, вообще считается, да, так, что нетрадиционная, вернее, традиционная медицина, обычная медицина, это, конечно, лечение заболеваний, да? А нетрадиционная – это профилактика уже. Согласны ли вы, да? Конечно, мы все согласны с этим. В настоящее время... Добрый день. Микрофон. В настоящее время лечат не только светом, светом с музыкой, очень широко сейчас распространяются методы различные лечения. Ну, мне хотелось сегодня бы поговорить о том, что среди различных факторов, влияющих на организм, это является наличие паразитов, которые у нас имеются. Потому что в литературе сравнительно мало об этом говорится. Вот несколько основных моментов. Среди гельментов или паразитов есть очень крупные ленточные, достигающие до 20 метров в длину. Ну, не помещаясь, очень большие. Ну, и среди них есть очень мелкие, микроскопические, простейшие называются, одноклеточные, которые очень быстро размножаются. Они больше вен приносят, чем даже крупные, потому что они, проникая через сосуды, буквально циркулируют по кровотоку и заселяются во все органы. Их можно обнаружить и в коре головного мозга, и в сердце, и во всех, и в легких, в печени, в коже, в суставах, в мышцах и так далее. И самое главное, что вот это полчища различных конгломератов, вот этих паразитов, они у нас для своего потомства, они очень быстро размножаются, они используют все питательные вещества, которые человек кушает. То есть и белки, жиры, углеводы, витамины, гормоны и самые микроэлементы, без которых вообще жизнь невозможна. И поэтому оставляет человека без ничего или заставляет его больше кушать. Елена Дмитриевна, ну вы нас просто напугали, нас уже практически. Давайте поговорим о тех методах, которые у вас используются в вашем центре для профилактики. То есть вот у вас с собой есть как раз такие приборы. Самое главное, вот у них бы хотелось еще два слова сказать, потому что они, когда они, ну их много, они вырабатывают яды, токсины, и получается очень, ну, кровь густая становится, и поэтому всякие недомогания, болезни появляются. И вот мне бы хотелось, чтобы люди об этом знали, особенно надо смотреть в свою мочу, потому что если она темная, такая мутная, значит человек за шлаконом, много у него ядов. И поэтому нужно пить чаще воду, нужно чаще пить структурированную воду. Вот у нас имеется специальное вот такое коллектрофункциональное состояние. Как раз такие, на которые можно ставить воду уже, да? Да, о которых и расскажет Валентина Альфредовна. Я вам расскажу о новых методах на сегодняшний день, прогрессивных методах, которые разработали наши ученые. Давайте тот микрофон возьмем. Это корректор. КФС называется корректор функционального состояния. Корректор функционального состояния предназначен для того, чтобы все излучения электромагнитных вон корректировать. Валентина Альфредовна, у нас сейчас реклама. Добрый день. Мы говорим о нетрадиционных методах лечения, а конкретно сейчас Валентина Альфредовна нам расскажет о корректоре функционального состояния. Функциональное состояние состоит из вот такой вот пластиночки. Эта пластиночка практически выравнивает, изменяет и улучшает электромагнитное воздействие на организм, чем его практически восстанавливает здоровье. Просто очень этот прибор, просто очень в использовании. Когда мы ставим воду на корректор функционального состояния, структурируется вода, практически становится святой на русском языке. Попадая внутрь организма, она структурирует жидкие среды организма. И самое главное, она становится реологические свойства организма здоровыми, и кровь становится жидкой. А сколько нужно времени, чтобы вода зарядилась? Вода практически заряжается сразу в течение одной минуты. Действие корректора вообще по жизни до 40 лет не требует абсолютно к себе никаких отношений, индивидуальных подзарядки. В жизни для детей очень важно иметь вот такие маленькие корректоры, которые накладываются на сотовые телефоны, которые накладываются на компьютеры, накладываются на микроволновки и изменяют, и преображают вот эти электромагнитные излучения. Таким тем самым дают здоровье нашему организму. Это очень важный прибор, который будет востребован в ближайшее даже время, как сотовые телефоны. Ну, на самом деле, да, он небольшой, действительно, положил в карман, да, можно будет положить? Абсолютно. Он носится в кармане, может быть, на брелках носится, то есть как привязан, и может практически находиться где угодно, поскольку он не имеет ни вес, они имеют, так сказать, огромности этих, и очень просто в употреблении. Они имеют несколько направлений, вплоть до того, чтобы хорошо развивался бизнес. Одна из них. Так что это... Надежда Поликарфоновна, а где можно будет приобрести такие приборчики? Мы находимся в городе Якутске на Петра Алексеева, 27, офис 21. Там мы предложим вам еще обследоваться на тему Елены Дмитриевны, как ведущий Андрей сказал, что напугали. Мы вам там все покажем, какое наличие у нас паразитов, но самое главное, мы вам подберем восстановление. Приходите, продукции много, и мы вам все подберем, все расскажем. Хорошо, большое спасибо. Вот мы поговорили о очень замечательных таких корректорах функционального состояния, да, я думаю, что многие наши граждане воспользуются как раз таки вашими советами, обратятся к вам, и буквально пару слов еще о корректорах можете добавить. Все-таки противопоказания имеются какие-то вообще? Корректор функционального состояния, он не имеет противопоказаний, и используют эти корректоры на телефонах или таких даже во время беременности женщины. Ведь знаете, когда дети у нас рождаются, и очень много диагнозов невовосстановленных. Беременные женщины и носят точно так же в сотовой и в карманах, да. Место воздействия сотовых или микроизлучений, микроволнового излучения абсолютно непреложно локально, оно по всему организму может распространяться. А вот приложение, так сказать, корректора функционального состояния на сотовый телефон, он даст возможность восстановиться полностью. А с какими заболеваниями можно еще обратиться? С любыми. Нет, в ваш центр, вот помимо корректора вообще. Мы тоже не ограничиваем, так сказать, реестр заболеваний. Пожалуйста, приходите. Мы можем посоветовать, провести беседу, можем помочь морально, можем помочь. Хорошо. Большое спасибо вам. Я вот уверен, что вы согласны, что помимо нетрадиционных методов, здоровье может помочь, чтобы хорошо выглядеть, иметь красивые формы, может быть, даже снять стрессы. Это постоянные физические нагрузки. И вот как раз-таки в пользе постоянных физических нагрузок, которые вот у нас ребята-инструкторы сейчас стоят, я предлагаю насладиться вот фитнес-тренировкой, которую сейчас проведут для нас мастера. Вот сейчас пока идет у нас тренировка, тренер стоит, говорит, что нужно делать, какие движения. Николай, вот в двух словах, что за движение сейчас мы делаем? Мы выполняем определенный суперсет. Нагружаем, начиная с плеч, спина и заканчиваем, к примеру, ногами. Чем больше групп мышц мы нагружаем, тем больше организму требуется энергии для восстановления. Самые обычные такие суперсетты используются в процессах жиросжигания. Это именно тренировки, направленные на жиросжигание. Вышенный тонус и вот именно на то, что мы... А сколько по времени нужно, чтобы вот тренировка проходила? Ну, мы сейчас, конечно, говорим не о тех людях, которые уже давно занимаются, а вот о тех людях, которые решили начать сейчас. Вообще тренировка в среднем длится 40-45 минут. То есть через 45 минут примерно, 45, ну, условно, там, здесь 10 минут, минус плюс. Потом уже заканчиваются энергетические запасы гликогена в мышцах, и организм уже, в принципе, начинает при восстановлении пользоваться уже аминокислотами, которые находятся в мышцах. Соответственно, кто, как правило, на массе набора сидит, они этого избегают, и поэтому стараются отработать примерно 45 минут. Для жиросжигающих процессов мы работаем обычно в суперсетах таких там тоже 50-60 минут, а то и поболее, допустим. И выполняют у нас эти все суперсеты, не останавливаясь. То есть если мы работаем действительно суперсетом, все 60 минут мы только меняем упражнения. Глубо говоря, суперсет стоит из трех упражнений. Мы его отрабатываем минут 5-10, сразу же меняем упражнения, опять же нагружаем в себя группу мышц на уже других упражнениях. А обязательно использовать вот инвентарь спортивный? Да, так организм уже, в принципе, привык к нагрузкам в обыденной жизни. То же самое, допустим, многие, да, к примеру? Мы постоянно поднимаемся по лестнице, мы постоянно в каких-то движениях присели, там, что-то подняли. К этому мышцу, к этим нагрузкам уже привыкшие, поэтому, чтобы какой-то прогресс был, и мышечный раз был, либо жигающие процессы запускались, то обязательно нужен какой-то инвентарь. Пусть он будет жгут. Кстати, очень полезный инвентарь в том плане, что очень хорошо укрепляет не только мышцы наши, но и сухожилия, так как мы и статическое напряжение работаем. Очень хороший инвентарь бодибар. В принципе, ничего такого замудренного нету, обычно палочка определенного веса. У него эта палочка достаточно не такая уж и легкая. Я в первый раз сегодня ее увидел, хотел поднять. Я думал, она просто легкая, пустая, она полая. Многие, впервые, приходя на тренировку, в принципе, так и считают, так и думают. А когда уже тренировка начинается, то понимают, что... То же самое гантели. Очень важно. Мы начали с гантель, они довольно-таки тяжелые, 10 килограмм. Но у нас уже... Первоначально, наверное, нет необходимости брать сразу по 10 килограмм. Сегодня была с утра, поэтому мы решили сразу взять вымышительные гантельки. Обычно начинается с, к примеру, 500 грамм, да, гантели весит. Потому что очень важно разогреть плечевой пояс, очень важно разогнать кровь в организме. То есть определенная разминочка должна перед тренировкой быть. Уважаемые телезрители, я не представил наших гостей. Николай Панков, фитнес-инструктор, и Александр Васильев, персональный тренер. Александр, вопрос вот как тренерский, наверное, да, вот как выбрать себе подходящего тренера? Вот по вашему мнению, какими качествами, может, должен обладать тренер? Так, ну, в первую очередь, наверное, тренер сам должен быть в хорошей форме. Чтобы человек, клиент пришел, увидел, да, человек, у человека практика. Так, ну и как тренер должен в первую очередь учитывать здоровье клиента, это очень важно в первую очередь. Физическое состояние, ну и желание клиента. А возраст, в принципе, имеет значение? Я пришел, и там вот молодой тренер стоит в такой форме, и относительно тоже в форме стоит, но уже взрослый такой, которому лет достаточно, ну, преклонный возраст. Обычные методики, извиняюсь, что перебиваю. Обычно у каждого тренера своя методика, но, соответственно, и если тренер будет с определенной возрастной категории, определенной, да, то, соответственно, у него будет уже такая методика тех лет, когда тех же самых жгутов, к примеру, не было, да, а был, к примеру, один камень, да, это когда раньше еще наши народы. Обычно у них единственный элементарь был, это, как правило, камень. Все мышцы прорабатывают. Да сейчас уже, допустим, это поколение тренеров, они уже используют наиболее разнообразный элементарь, и, соответственно, методика тоже меняется с каждым угодом. Ну, и у любого тренера своя методика тренировок. Ну, в принципе, считается, да, вот, в быту, что фитнес это все-таки направлено для похудания, в общем, да, для того, чтобы похудеть. Вы вообще с этим согласны или все-таки это не имеет значения? То есть приходят к вам заниматься люди, которые, ну, в принципе, в обычной форме, ну, я вроде не имею лишнего веса, могу ли я прийти заниматься фитнесом? Либо пока я не отращу себе живот, и я к вам не приду? Ну, это как бы спорно. Ну, не спорно, но это неправильно. Люди считают, что пришли в зал, все должны уже с первого дня все чувствовать, скинуть. Нет, в первую очередь зависит от самого человека. Желание, мотивация. Там 70-80% от питания. Режим обязательно. И потом уже зал. Это уже последний раз сложилось в таком мнении, что... А вот как быть тем людям, которые целый день работают, у него время, ну, практически ночную только остается, ты часов до 8 лет работал, но хочет заниматься, как же ему, что посоветуете, какие нагрузки давать? Ну, во-первых, если человек работает, допустим, да, в день и ночью проявляет огромное желание пойти позаниматься, то очень важно соблюдать опять же режим, да, правильно, питание, режим питания, то есть хотя бы быть заряженным, тем же самым гликогеном, да, в мышцах, это энергия для организма, то есть правильно питаться на протяжении дня не так, что там один фрукт скушал, да, какой-то определенный, это ему ничего не даст. Он уже, в принципе, нужный колораж сожег, ходя там, присаживаясь там на работе и так далее, он уже практически без энергии. И потом идет на тренировку, то это ему ничего не даст, он только усугубит, как бы, положение свое физическое. Поэтому нужно питаться хорошо на протяжении дня и смело можно идти на тренировку, заниматься. Большое спасибо, Николай Александров. Дорогие телезрители, хочется сказать, что наше время в эфире подходит к концу. Остается добавить только одно, что это была программа «Проспект весна», которая продолжит свою работу завтра. Всего доброго, занимайтесь спортом и будьте в хорошей форме. Субтитры подогнал «Симон»!